Любовь – это активное стремление к развитию любимого человека. Эрик Фром выделил несколько типов любви, таких как любовь к себе, родительская, братская, к Богу или к истине, а также эротическая любовь. Секс же, по сути, это лишь биологический процесс. Важно начать с любви к самому себе. Это не только чувство, но и действие. Например, спорт, учеба – это проявление любви к самому себе. Напротив, вредные привычки, вроде алкоголь, разрушают наше здоровье, что говорит о недостатке этой любви. Чтобы развить ее, нужно стать профессионалом в своем деле и гордиться своими достижениями. В эротической любви любовь к самому себе также основополагающая, если ты не любишь сам себя. Как ты можешь предложить любовь другому? Иисус говорил, возлюби ближнего, как самого себя. Без любви к самому себе, друзья, невозможно по-настоящему любить других. Если вы чувствуете сильную боль после разрыва, это не была любовь, а зависимость, подобная той, как если лишить человека воды. Настоящая любовь же подразумевает заботу и активное участие в жизни любимого человека, а не потребление. Бывает, что ради любви даже отказываются от секса, если это может навредить партнеру. Это пример зрелой любви. Страсть и любовь, друзья, это абсолютно разные вещи. Страсть вспыхивает ярко, но очень быстро гаснет, оставляя лишь пепел. А любовь – это тлеющие угли, которые поддерживают тепло. Она сильна, но не требует бурных выражений. Люди часто путают показные проявления чувств с настоящей любовью. Но они далеки от нее. Любить способны лишь зрелые люди, опирающиеся на свои знания и умения. Незрелые ищут опоры в других. А это не настоящая любовь, а именно зависимость. Любовь начинается с заботы о себе, учеба, труд, спорт, здоровый образ жизни. К сожалению, многие люди не умеют любить себя. Хотя это самая доступная форма любви. Любовь в сущности меркантильна. Мы живем ради себя, даже если кажется, что мы заботимся о других.